Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. В общем, со мной такое сегодня приключилось ночью. Конечно, сейчас хейтеры хлоп-хлоп-хлоп в ладошки, да? Ну, понимаете, карму никто не отменял, поэтому, ну, можете радоваться там, я не знаю, а я не против. Господи, я вот недавно только успокоилась, сидела, блин, вся эта... Ревела. Я не хочу говорить ни адрес, где это произошло, да? Ни имя, ни фамилию, хотя... Я всё знаю, но... Я не хочу потом проблем. Всё-таки у меня дети, и я не хочу потом проблем. Вот, можете посмотреть, вот такие вот синички. Не отсвечивает ничего. Эта нога тоже полностью содрана. Вчера, в общем... Блядь, как успокоиться! Успокойся, Кира, Кира! Всё по-позитиве, всё прошло нормально. Вчера, в общем, у меня была работа в ночь, и... Это где-то... Ну, в общем, к восьми-девяти мне нужно было туда подъехать. Я поехала. В общем, я поехала. Приезжаю на этот объект. Это объект... Это частный дом. Конечно же, не в Анапе, потому что в Анапе, походу, вообще... Тут никто не топлю, не надо убираться. Вот. Это частный дом. Приезжаю туда. Там встречают меня четверо. Вот как и хочется называть их мужчинами. Ну ладно, мужчинами. Четыре мужчины меня встречают, а у них... А у них, короче, был какой-то мальчичник, походу, перед свадьбой. Я не знаю, но я так поняла по их разговорам, когда они там что-то говорили, когда я убиралась. Вот. И, значит, всё, вот это нужно всё прибрать, всё убрать, помыть. Окей, всё. Кирочка достает там свои прибамбасы. Пипец. Посмотрите, это жёстко просто болит. Он достает свои прибамбасы и начинает всё это дело отмывать. Ну давайте к самому основному, да, к самой сути перейдём. Когда я всё помыла, говорю, ну всё, в принципе, я заканчиваю. Ну это было где-то, ну двенадцатый час ночи, двенадцать практически, да, где-то без пятнадцати. Вот так вот. Я говорю, всё помыла, всё, давайте рассчитаемся и я поеду. Причём такси я вызывала за свои деньги, никто мне там на такси не оплачивал. Вот. Я поеду. А у меня в рюкзаке, на заметку, будет ещё деньги, ну как бы, с прошедшей работы, да, со мной рассчитаться. Вот. Я говорю, всё, я поеду. Ну ещё, они такие, ну это один из них, который самый главный, я не знаю, как её позвать, со мной разговаривал. Типа, погоди, ты чё, ты думаешь, приехала, типа, вот так вот, помыла, всё и всё, мы тебя отпустим? Типа, это, мы хотим, чтобы ты станцевала. Блин, пиздец, я думаю, всё, всё, Кира просто попала. Либо Кира отсюда уедет на скорой помощи, либо Кира вообще отсюда не уедет. И вот, ну вы не представляете моё состояние на тот момент, что я вообще испытывала, вы даже не можете представить. И я пытаюсь как бы успокоиться, я говорю, ну, ребят, ну, ребят, ну, давайте как бы, ну, я отработала, да, давайте денежку вы мне отдадите, и я спокойно поеду домой, говорю. А вы там вызывайте девочек, да, чтоб вам танцевали и так далее. Ну, круглая так пытаюсь вот это всё отъехать. Нет, мы, мы, говорит, это, хотим, чтобы ты типа станцевала вот этот один сначала начал, который со мной разговаривал, потом второй начал. Я, значит, такая, беру свой рюкзак, а он такой, хоп, он мне по рукам. Типа это, подожди, говорит, это, не спеши. И я понимаю то, что если я сейчас не побегу, да, то есть, ну, не вариант вообще, тут может произойти всё, что угодно. И он, короче, по рукам, когда хлопнул меня, и я, вот, а там двухэтажный, короче, коттедж, и я со второго этажа, где я прибиралась, я бегу по лестницам, спускаюсь на низ и понимаю то, что, блин, у меня там рюкзак, у меня там паспорт, у меня там деньги, у меня там, у меня телефон там, в конце концов, у меня там вообще абсолютно всё. Я думаю, нет, это не вариант, просто уйти. Я поднимаюсь, значит, обратно наверх, они там стоят просто ржут, вот над этой ситуацией, то, что я побежала, они просто все стоят, четыре человека, они стоят и ржут. Значит, я поднимаюсь обратно, да, забирая свой рюкзак, блядь, они такие, ну чё, чё ты всё ещё там, это, не подумала или чё-то какую-то вот такую хуйню, они сказали. Это настолько было отвратно и противно, и я, короче, беру рюкзак, это, да, и, блин, только начинаю спускаться с лесенок и падаю, блядь, ребят, вот, понимаете, я просто, я просто падаю, я содрала себе, вот, ноги, я содрала себе руку. В общем, я выбегаю из этого дома, никто за него не побежал, слава тебе, господи, я, я не знаю, я все, блин, моменты в жизни, наверное, вспомнила, да, когда, блин, я уже попрощалась с собой, потому что, ну, я думала то, что реально всё, и всё, я выбегаю на улицу, я хер знает где нахожусь, где-то в Витязево конюшке, конечно же, опять или где-то там, короче, в той стороне, и всё, я вот там вот стою в растерянности, думаю, что, блядь, делать вообще, куда ехать, что туда бежать, ну, вот, понимаете, мысли в такой момент, они перепутываются, и ты не соображаешь, вот, и я, значит, это, открываю рюкзак и смотрю, а денег, а денег-то, блядь, нету, денег нету, понимаете, просто денег нету, телефон, паспорт, всё на месте было, а денег нету, то есть, получается, я поработала за спасибо, унизилась за спасибо, и ещё из прошлой работы тоже у меня деньги взяли, я не знаю, это какое, это какие вообще ничтожества должны быть, чтобы вот так вот, это как вот, я не знаю, низко и мерзко, я просто, я, блядь, я просто этого, я не понимаю, ребят, почему, блядь, почему, почему такие люди, я не знаю, мерзкие, низкие, за что, блядь, это всё, и я просто, ну, чё, блядь, чё делать, я пошла пешком, пешком, блядь, пошла до дома, я пришла, наверное, во сколько? 4 часа утра, это всё побитая, как будто не знаю откуда, в общем, ну, это жёстко, ну, сейчас кто-то посмеётся, я знаю, даже тех людей, которые, ну, радуются, да, смеются над этим, ну, ребят, ну, карма возвращается, всё, я вообще не хочу ничего больше говорить, если вы хотите подписывайтесь, не подписывайтесь, всё, я, блядь, ну, это пиздец, короче, это вообще, это хуйно пиздец, мне сегодня ещё надо, у нас утра на работу, у меня сейчас я никуда не пошла, блядь, пойду, ну, чё, это жёстко, от всё, блядь, пока.